Отлично! Большое спасибо всем тем, кто откликнулся. Также не забывайте о том, что если возникнут трудности, ни в коем случае не нужно будет покидать комнату, поскольку проблемы мы быстро решим, и я снова, собственно, выйду в эфир. Возникают они у нас время от времени, поэтому мы не будем все-таки давайте об этих технических огрехах. Наша задача как фундаменталистов и тех, кто следит за происходящим на финансовых рынках, абстрагироваться от всего и целиком уделять свое трейдерское внимание именно тем событиям, которые разворачиваются на финансовых рынках. Отмечу также, что несмотря на, может быть, скромное начало этой пятидневки, ну, хотя, учитывая содержание экономического календаря, сегодня у нас нет интересной статистики, не стоит особо печалиться, поскольку на этой неделе у нас два сразу серьезнейших триггера. Это, во-первых, итоги заседания ФРС, которые мы с вами будем подводить. В среду это раз для тех трейдеров, которые следят за американцем. Ну и для тех, кто поглядывает время от времени, либо целенаправленно на японскую валюту, в пятницу заседание Банка Японии, точнее уже итоги. Они будут подведены ранним утром. Я надеюсь, что в этот раз Синзабы, которые лоббируют идею агрессивного стимулирования, все-таки сдержат свое слово, которое, на мой взгляд, он должен был сдержать еще месяца три назад. И, конечно же, под сдержать слово мы понимаем более агрессивные стимулы, которые могут быть вылеты в конечном счете, либо в снижении процентной ставки до минус 0,2%, либо в расширении программы количественного смельчения. Мы ждем этот шаг уже довольно-таки давно. Может быть, сейчас на фоне особенно последнего прогноза от МВФ по снижению экономики, может быть, из-за опасений по поводу роста мировой экономики в целом, не отдельной Японии, либо из-за последствий Брекзита, выхода Англии из состава Европейского Союза, сейчас именно Банк Японии будет первым проактивным регулятором, который пойдет на поддержку. Тем более, что мы понимаем, что действовать нужно не только исходя из попытки противостоять вот этим вызовам, которые сейчас имеют место быть, но и исходя из тех целевых, скажем, значений, тех целей, задачи, которые были поставлены перед регулятором Японии, но которые еще не достигнуты. И самая главная проблема, и, соответственно, задача для Банка Японии, это разогнать показатель CPI, индексы потребительских цен до целевого значения в 2%. Сейчас индикатор находится практически на около нулевых уровнях, отсюда и постоянный интерес к иене как валюте потенциально перекупленной, переоцененной, особенно в свете ожиданий того, что Банк Японии может начать действовать. Поэтому каждый раз, когда мы с вами говорим про пару USD-YEN, я не устаю повторять и, надеюсь, вы разделяете мою точку зрения того, что USD-YEN – это пара, которая имеет очень хороший потенциал для роста. Немножко отвлеклись, давайте переходить все-таки к нашему сценарию. Начнем мы с анализа той динамики, которую показывала европейская валюта прямо с начала прошлой недели. Евро, хотя лучше даже сказать про большинство рисковых инструментов, оказались под давлением в ходе прошлой пятидневки прямо со старта азиатской торговой сессии понедельника. В частности, евро все-таки добрался до уровня 1.10. Несмотря на то, что мы полагали, что эта поддержка может пасть раньше, сейчас мы понимаем, что 1.10 – это тот уровень, рядом с которым идет сейчас проторговка и консолидация, но это только отправная точка для дальнейшего оснижения. Трейдеры, разумеется, в преддверии заседания Европейского центрального банка продолжали спекулировать на ожиданиях дополнительных стимулов. Вероятность пересмотра ключевых параметров денежно-кредитной политики, к которой мы относим, была крайне низка. Однако участников рынка вполне могли бы вдохновить, я думаю, что в каком-то проявлении формате именно это и произошло, вербальные намеки на то, что подобные изменения возможны в самое ближайшее время. Дополнительное давление на евро в начале прошлой пятидневки также оказал еще и национальный макроэкономический фон. Как ожидалось, итоги референдума в Англии и факт уже состоявшегося выхода заставили инвесторов и промышленников в расплохо. В частности, касательно инвесторов, как следствие, мы сейчас продолжаем наблюдать резкий отток капитала из Англии. А вот что касается, и не только из Англии, в принципе, и всего валютного блока. Что касается промышленников, то понятно, здесь у нас есть особый индикатор, который помогает нам анализировать эту составляющую. Это бизнес-оценка текущих экономических условий, бизнес-оптимизм от Института ЗИЮ Германии. Самый объективный макроэкономический отчет, на который нужно делать ставку, если вы хотите посмотреть, что сейчас думают именно крупнейшие немецкие промышленники по поводу перспектив собственной отрасли и национальной экономики. И вот, говоря про статистику ЗИЮ, хотя в ходе брифингов мы традиционно останемся на всех ревизах. И вы помните, если вы следите за ежедневными выпусками, что я призываю вас делать. В частности, такое маленькое лирическое отступление. Все брифинги, которые проходят сначала в прямом эфире, каждый день в 9.30 по московскому времени доступны еще на нашем канале на Ютубе. Весь видеоконтент, который моего, скажем, производства, производства моих коллег, это аналитика, фундаментальная, техническая, специфика работы с рядом индикаторов и особенности, собственно, функционала, которым вы можете обучиться как раз после просмотра разных видюшек. Поэтому призываю вас даже в прямом смысле подписаться, точнее подписаться на этот канал на Ютубе и комментировать видео, оставлять лайки, безусловно, как основной мотивирующий фактор для нас, чтобы продолжать, собственно, такой формат коммуникации. Вернемся теперь к индексам все-таки бизнес-ожиданий. Оценка и индикатор экономических ожиданий в июле упал до 6,8 месяцев, 19,2. Это резкое сокращение, я даже не помню, когда я последний раз наблюдал такой резкий спад. Чтобы вы прекрасно понимали, это не просто спад в формате нескольких последних месяцев, года. Это минимальные значения за последние 4 года, то есть с 12 года. Индекс текущих экономических условий также у нас просел с отметки 54,5 до уровня 49,8. И здесь я хочу отметить еще один негатив, связанный с тем, что в данном случае индикатор анализируется с точки зрения того, где находится фактическая цифра выше 50, либо ниже 50. И так же, как и с индексами PMI в активности в разных секторах, если индикатор опускается ниже полтинника, это очень плохо. И, собственно, цифра 49,8 позволяет нам сделать вывод о том, что действительно ситуация сейчас складывается не самым лучшим образом. И я думаю, что это только начало, поскольку макроэкономический фон будет только ухудшаться, и мы понимаем, с чем это связано. Это что касается статистики по Германии. И сразу же следом, буквально в это же время, вышел и в целом индекс экономических и деловых ожиданий от ЗИО по всему валютному блоку. Здесь резкое, еще более серьезное сокращение. Минус 14,7 против прошлого показателя 22. Политика экономической неопределенности в Британии, на мой взгляд, выступает и продолжит оставаться главным фактором нестабильности, который оказывает серьезную нагрузку, в том числе и на финансовую систему Германии. Мы видим, как это уже реализуется в цифрах, и мы понимаем то, что статистика до тех пор, пока мы не получим четкое свидетельство того, что все риски, которые возникли, еще возникнут по факту выхода Англии из состава ЕС, уже на поверхности, экономика к ним приспосабливается, есть дорожная карта, как все эти угрозы преодолевать. Но очень много подводных омней до сих пор не видно, поскольку нет опыта, который позволил бы, скажем, бороться с этой проблемой, с последствиями этой проблемы. Поскольку Англия у нас оказалась, скажем так, первой ласточкой, которая положила начало, я надеюсь, может быть это неправильное слово, я считаю, распады и развалы Европейского Союза. А фонд тем временем просел ниже поддержки 1.32, это было только начало, поскольку к концу недели мы видели, как фонд претендовал даже на движение в район 1.30. Но все-таки торговая сессия вторника была закрыта на отметке 1.3102. Опубликованные данные по индексу потребительских цен в Великобритании указали на рост индикатора до 0.5% с прошлого уровня, который мы наблюдали на отметке 0.3%. И в частности, если разобраться в причинах, почему мы увидели, собственно, всплеск этого индикатора, почему мы увидели прирост, я думаю, что, точнее даже не думаю, это уже официальная позиция, которая была связана с тем, что поддержку указал Росе на авиабилеты в период проведения чемпионата по футболу в Европе. Важнейший нюанс заключается в том, что эту статистику мы с вами получили, так же, как и британские статистики, еще до выхода Англии из состава Европейского Союза. То есть до тех пор, пока еще не стало известно всей общественности, что вот самый мрачный сценарий, который мало кто предполагал, в конечном счете был реализован. Другими словами, нужно понимать, что если статистика не имела ничего общего до выхода Англии из состава ЕС, сейчас у нас уже совершенно другие цифры, которые мы, правда, увидим спустя какое-то время. Но ничего, мы умеем ждать, поскольку мы все-таки с вами трейдеры, которые разделяют фундаментальную оценку, именно фундаментальный анализ. Он, прежде всего, и исходит по правилам того, что это, прежде всего, средне-долгосрочная торговля. Мы стараемся краткосрочно попытаться правильно спрогнозировать поведение рынка, но это крайне сложно. Я надеюсь, что никто не питает ненужных иллюзий по поводу того, что если у нас не получается краткосрочно делать правильные прогнозы по той или иной динамике активов, значит, что-то делаем неправильно мы. Исходя из фундамента, это практически невозможно. Фундамент позволяет вычленять циклы, тренды и, собственно, находить драйверы, которые в конечном счете и становятся причинами самого выраженного движения и, соответственно, направления в латинстве, которая всегда имеет место быть на финансовых площадках. Поскольку выход Англии из состава Европейского Союза спровоцировал резкую революансию фунта, есть риски, конечно же, сейчас, что этот индикатор и этот факт подстегнет рост показателя индекса потребительских цен и показателя инфляции. А другими словами, индекс потребительских цен в следующем году, если все будет так, как мы прогнозируем, может добраться не просто до 2%, а даже превысить это значение. Оно, между прочим, является целевым для британского регулятора. И учитывая то, что сейчас фунт уже ослаб почти на 10% и будет продолжать терять, действительно, я разделяю позицию того, что инфляция, мы будем наблюдать всплеск по этому индикатору. Однако, я считаю то, что рост инфляции вряд ли повлияет на решение британского регулятора по снижению процентной ставки, поскольку Банк Англии уже ясно дал понять, что будет ориентироваться исключительно на долгосрочные риски, а не на краткосрочные угрозы, которые появляются. Это очень важный комментарий, который был сделан, и он фактически, если между строк говорить и комментировать слова Банка Англии, то, что мы знаем, что инфляция вырастет, но на самом деле сейчас это не имеет никакого значения. Если так, значит, даже несмотря на риски, которые присутствуют в отношении роста этого индикатора, снижение процентной ставки остается самым вероятным сценарием, который мы продолжим с вами обсуждать, вплоть до следующего заседания Банк Англии, которое состоится 4 августа. То есть, фактически через неделю. Держим руку на пульсе, следим за макроэкономическим фоном и понимаем то, что 4 августа этот день может, на супер четверг очередной, оказаться моментом Х для дальнейшей динамики фунта. И говоря про момент Х, я, прежде всего, подразумеваю получение фунтом серьезного такого подзатыльника, для того, чтобы этот актив против доллара пошел ниже и уж тем более оказался ниже поддержки 1.30. Из других валютных активов австралийские и новозеландские доллары также у нас проложили валить прямо с начала недели. Я думаю, что это связано с предчувствиями и ожиданиями, предвкушением цикла снижения процентных ставок, которые все-таки случатся. И я не просто предлагаю вам продавать австралийцев и новозеландцев, я призывал вас это делать довольно-таки давно. Сейчас мы, наконец-таки, вроде бы встаем этим трендом в нужное русло и движемся к тем целям, которые поставили. И не забывайте также про кросс-курс австралийцев против новозеландцев, поскольку здесь можно поиграться с спекуляциями на тему того, кто же будет первым. Я считаю то, что у австралийцев несколько больше шансов, хотя сейчас, в ближайшее время, мы получим больше статистики, прежде всего, по новозеландской экономике. Но у нас есть возможность с вами быть в курсе всего происходящего и анализировать фонд каждый день, поэтому каждый день мы будем это делать. Если что-то изменится, скорректируем фонд, ничего, предпособимся к ним и все-таки примем верное решение и сделаем правильные выводы. Высшие во вторник данные по рынку недвижимости США подтвердили в очередной раз, уже которую неделю подряд, наверное, такой же затяжной тренд, как и в отношении рынка труда США. То, что сектор явно восстанавливается. Значительный прирост по начатому строительству домов, а также количество разрешений, которые были выданы на строительство. На этом форе пара USD-йена добралась до отметки 106, и это было только вторник. После этого мы увидели то, что бычье ралли было продолжено дальше. Поддержало его, кстати, еще и ухудшение прогноза по росту японской экономики от Международного валютного фонда. В частности, раньше МВФ полагал то, что японская экономика сможет расшириться в годовом выражении до 0,5. Сейчас считают то, что 0,3 это будет просто подарок не без. Я думаю, что в лучшем случае это 0,2%. Ну и, безусловно, конечно же, не стоит забывать, особенно сейчас, в преддверии, собственно, этого события, про то, что мы ждем 29 июля, когда Банк Японии огласит итоги их заседания. И мы увидим уже новые обновленные параметры денежно-кредитной политики. Как я уже отметил в ходе этого вебинара, нас интересуют изменения либо процентной ставки, либо расширения программы QE. Нефть также подхватила, как и, собственно, прочие рисковые инструменты, понижательный тренд прошлой недели. И во вторник уже претендовала на пробой отметки 46,5. Не помогли быкам даже данные по запасам нефти. По версии АПИ, запасы снова снизились на 2,3 миллиона против прошлого роста на 2,2. Ослабление нефти повысило интерес к продажам канадской валюты. Мы были, собственно, там, где нужно, поскольку мы следили за канадцем. Мы знали то, что раз нефть у нас обязательно пойдет на северную сторону, то есть будет корректироваться, она потрачивает за собой те активы, которые от нее зависят. И в данном случае канадская валюта оправдала подобные ожидания. Мы еще подделали ставку на рубль, но и, судя по текущим котировкам пары USDRAP, это уже почти 65, и в отношении рубля, наше позиционирование также было верным. Всей эту картину немного изменилась. Высший уже официальный отчет по запасам нефти также указал на спад. Ну, в данном случае 2,3 миллиона против прошлого 2,5. Но, вопреки ожиданиям, реакция трейдеров оказалась в экстрас логичным. То есть, если запасы снижаются, нефть растет. Поэтому мы снова увидели, как пара, точнее, не пара, а актив бренд вернулся выше 47 долларов за аббар. В восстановительном ралли в среду отличился еще и фунт, который добрался до сопротивления 1,3250. После неудачной попытки пробить все-таки поддержку на отметке 1,30. Новостным драйвером в этот раз выступили данные по национальному рынку труда. В частности, у нас был целый блок статистики. Это, собственно, уровень безработицы. Вы помните то, что он снизился до минимального значения с 2005 года. 4,9% против прошлого 5. Пособие по безработице также. В принципе, позитивная динамика. Недельный тренд прироста зарплаты. Тоже неплохой. 2,3% с 2%. Ну и как в отношении предыдущих отчетов, я сделал ставку на то, что не нужно игнорировать самый важный, а сопутствующий фактор. То, что все эти данные были собраны до выхода Англии со 100 УЕС. Поэтому статистика и, точнее, реакция трейдеров на выход этих данных оказалась, мягко говоря, чрезмерной. Другими словами, те данные, которые мы получили по английскому рынку труда, это данные, которые уже абсолютно устарели, которые не отражают текущей действительной картины и которые, мягко говоря, не объективны. Не забывайте про это, поскольку мы и до конца недели еще получили несколько отчетов, которые также можно было анализировать сквозь пальцы. А вот статистика, которая у нас будет поступать уже по итогам этого месяца, то есть в основном, конечно же, мы ее будем анализировать в августе, вот это уже да, это статистика, которая отражает новую реальность. И, как я уже призывал вас к тому, не стоит строить ненужных оптимистичных ожиданий, поскольку английская экономика действительно продолжает валиться. Это действительно так. Если это так, значит, нам нужно пользоваться той возможностью, которая нам, по сути, подарена, и занимать долгосрочные сделки по продажам пункта против американца с целью движения в район 1,25. То есть в текущих значениях это практически 700 пунктов. Я уверен, что многие из вас уже находятся в верном направлении. Австралийская валюта. Новозеландец продолжили снижение в среду. Ну, в частности, также канадская валюта против доллара консолидации 1,3050. С чем это было связано? Я думаю, что давление на канадскую валюту, помимо снижения цен на нефть, еще и усилили ожидания по поводу того, что в пятницу, в прошлом, а тогда, в начале недели, были, конечно же, предвкушения этого отчета данной по инфляции. Хотя про индекс потребительских цен давайте мы с вами поговорим чуть позже, когда переключимся, собственно, на среду. ЕСД-свесть у нас продолжил карабкаться в район паритета и, в принципе, делает это сейчас. Тогда среду мы закрыли на отметке 0,9871. И 130 пунктов оставалось, собственно, до курса в 1. В четверг все внимание трейдеров было приковано уже к заседанию Европейского Центрального Банка, поскольку мы прекрасно понимали, что у нас на повестке не только ставки по депозитам или финансированию, но еще и заседание, точнее, конференция руководителя ЕЦБ Марио Драги. Ставки, как я уже отмечал, остались без изменений. Напомню, что отрицательные они держатся для того, чтобы снизить интерес коммерческих банков к депонированию средств на корреспондентских счетах ЦБ. Расчет сделан на то, чтобы коммерческие банки, если у них есть свободная ликвидность, не отправляли ее под сомнительную доходность, собственно, Европейский Центральный Банк, а поддерживали этими средствами рынок кредитования, которые сейчас нуждаются ликвидности, особенно на фоне того оттока капитала, который мы с вами наблюдаем после выхода Англии из состава ЕС. Что касается Драги, то мы услышали все, что хотели. Да и, наверное, он сказал все, что мог. То, что политика остается адаптивной, с вашего позволения, я повторяться не буду, потому что это клише фразы, вот буквально пять заученных предложений, которые он произносит вот уже на протяжении месяца в четырех, если не больше. Меняют просто акценты, может быть, на что-то делают большую ставку, но вывод он и главный итог ясен. Ставки будут низкими в длительный период времени, и при необходимости экономические стимулы могут быть расширены. Ну, понятное дело, именно поэтому мы с вами и никак не можем поверить в то, что евро может чувствовать себя лучше против доллара, и продолжаем, собственно, делать ставку на то, что евро остается аутсайдер. А фон в четверг большая часть торговой сессии находился под давлением данных, собственно, по роничным продажам, которые снизились по итогам прошлого месяца на 0,9%. Это очень плохая статистика, она сильно контрастирует с тем индикатором, который мы анализировали месяцем ранее, там прирост был 0,9%. Но, с другой стороны, ухудшающиеся экономические перспективы национальной экономики, они особенно в свете принятого решения Англии покинуть состав Европейского Союза, привели к рискому сокращению потребительской активности. Просели также и доллар против иены, добравшись до уровня 105,8. И здесь мы нашли чисто техническую причину, потому что фундамент, он по-прежнему сигнализировал о том, что доллар будет расти против иены. И даже сейчас, когда мы с вами ожидаем итогов заседания ФРС завтра и пятничных итогов заседания Банка Японии, мы понимаем то, что статистика будет выходить в ходе всей этой недели по США. Если отчеты будут снова лучше прогнозов, интерес к доллару будет сохранен. Ну и мы, разумеется, воспользуемся этим и, соответственно, постараемся все-таки навалиться с прочими покупателями на этот дуэт валютных активов и оказать достойное сопротивление медведям, которые сейчас, если и могут корректироваться, то только на очень скромном ожидании того, что лучше занять выжидательную позицию перед итогами важнейших событий, лучше зафиксировать результаты ранее открытых длинных сделок. На этом, конечно же, фоне далеко не уедешь. Он очень быстро выдохнется и снова будет прежнее ралли возобновлено. Может быть, даже с еще большим ускорением, нежели мы видели до этого. Чтобы подкрепить свою позицию тем, что доллар по-прежнему заряжен, обращу внимание ваше на данные по рынку труда США, в частности, по заявкам на посреди по безработице 253 тысячи с 254. Еще одна победа рынка недвижимости. Рост продаж на вторичке – это максимальное значение с 2007 года, что еще является дополнительным фактором, повышающим вероятность разгона процентных ставок в декабре. Не в четверг продолжила минусовать, потянув за собой пару USDCAD. Поэтому мы увидели, как до этого актива пробил сопротивление 1.31 и устремился еще выше. Что касается торговой сессии пятницы, то сегодня на брифке мы в целом подводили уже итоги этого дня. Я особый акцент хочу сделать на данные по индексам деловой активности по Англии в сфере услуга и промышленности. Статистика очень плохая – 49,1 и 47,4 соответственно. Это не просто индикаторы, которые являются по значениям минимальными за последние много лет, но это еще и индикаторы, которые стали свидетельством того, что индикатор просел ниже 50. И существенно, конечно же, такая статистика повысила вероятность, что 4 августа Банка Англии пойдет на какие-то изменения в монетарной политике. Я буду обещать держать в курсе все последующие торговые сессии. Единственное, моя просьба к вам – не пропускайте, пожалуйста, брифинги, потому что правильный понедельник – это, конечно же, здорово. Мы можем отслеживать преемственность фундаментальному фону, особенно для тех, кто по каким-то причинам не мог следить за фундаментом на протяжении недели. Но брифинги – это, конечно же, самая актуальная информация с буквально запозданием в несколько часов. И, на мой взгляд, очень правильный способ начать день, особенно для тех трейдеров, которые не гнушаются фундаментом и уделяют ему большое значение. Закрытие недели по паре фунт-доллар 1.3077. Я думаю, что это только семечки, потому что, если все пойдет как по маслу, как бы нам хотелось даже в преддверии заседания 4 августа, фунт может оказаться ниже 1.30, чуть ли не до конца этой недели. Евро, доллар рванулок ниже отметки 1.10, давление на евро сохраняется и сейчас. USD-йена 116.12. В принципе, и сегодня мы видим, как консолидация по паре USD-йена осуществляется рядом, продолжается с этими значениями. Что касается канадца, то мы достигли хайя 1.3183 к концу прошлой недели и немного не дотянули до нашей долгосрочной цели 1.32. Основу нам приходится занимать выжидательную позицию, поскольку пошел откат, но я уверен, что при сохранении давления на черное золото, на нефть, мы сможем наверстать вот эти уточные пункты и коснуться этого сопротивления буквально в считанные дни. Ну и, конечно же, количество, собственно, платформ и буровых в рамках Соединенных Штатов Америки. У нас снова прирост, так, на секундочку, с 371 против 357. И еще один сигнал недвижий для нефти, который указывает на то, что мы можем надеяться на дополнительный объем производства не только со стороны ОПЕК и других регионов, но и со стороны Соединенных Штатов Америки, которым прочили исключительное снижение производства. Но количество платформ, буровых, конечно же, как статистика, говорит о другом. Если растет, собственно, их число, значит, растут объемы производства. Это логично. Я надеюсь то, что логика, она проявит себя во всей красе и оправдает наши ожидания. И мы сможем побить поддержку 45 долларов за баррель по бренду. Это что касается отчетов прошлой недели. Теперь, главное, давайте перейдем на статистику и от тех пяти дней. Сегодняшнюю торговую сессию мы, по сути, уже миновали. Утром только завтра данные по торговому балансу в Новой Зеландии. А что касается основной торговой сессии, то у нас в основном данные из США. Это индекс деловой активности в сфере услуг и уровень доверия потребителей. Я здесь жду хороших цифр, поскольку за последние три месяца у нас практически не было ни одного плохого отчета. По уровню доверия потребителей сейчас я тоже не вижу особого скепсиса. Говорит ли о том, что Брекзит повлиял каким-то плохим образом на американскую экономику сейчас рановато. И если вообще руководство еще позиций голосующих членов, многие уже высказали за то, что это влияние будет нулевым. Потому что американская экономика держится обособленно. Она продолжает расти и, между прочим, показывает самые динамичные темпы прироста среди развитых рынков. То есть лавры лидерства сейчас у американской экономики. С каждым отчетом хорошим мы ждем поддержки для доллара. И для нашей идеи того, что ФРС пойдет на повышение ставки до конца этого года, что в целом оказывает еще большую поддержку доллара. Вот такой вот замкнутый круг. Но тренд и однонаправленности посылы движения, оно не меняется, оно очевидно. И направлено, конечно же, на улучшение стоимости и набор веса для американца. В среду у нас индекс потребительских цен Австралии, ВВП Англии, блок еще статистики по США по заказам товара длительного пользования. И, конечно же, важнейший отчет дня – это решение по процентной ставке. Хотя они, разумеется, не будут изменены сейчас. Поэтому мы тут же переключимся на комментарии ФРС и будем искать конкретные кита. Предварительно особое внимание хочу, чтобы вы уделили австралийцу, поскольку в случае снижения индекса потребительских цен мы увидим резкое, серьезное давление на австралийца, которое может вылиться в потери даже в рамках азиатской торговой сети больше одной фигуры, больше 100 пунктов. И параллельно с этими потерями мы будем понимать, что вслед за снижением индекса потребительских цен снова развязываются руки для того, чтобы Резервный банк Австралии пошел на снижение процентной ставки. Поэтому, учитывая актуальные данные по инфляции, которые мы получим в среду, я призываю вас к тому, чтобы вы рассмотрели возможность торговли кроссом в строительстве против новозеландца. И прежде всего сделали ставку на то, что эта пара может снизиться в район поддержки на уровне 1.05. Запасы нефти. Посмотрим, конечно же, за этой статистикой, но реакция трейдеров в последнее время неоднозначная. То они игнорируют эти релизы, то уделяют им слишком много внимания. Я надеюсь, что все-таки сезонность будет создавать тренд большего игнора к этой статистике. Мы посмотрим за ней и последим за реакцией рынка. Но я не хочу транслировать этот отчет в возможный фактор серьезной поддержки для нефти, поскольку знаю, что этого не будет. Если бы были для этого предпосылки, мы бы увидели рост нефти уже довольно-таки давно и продолжили бы цепляться за динамику сокращения запасов. Но этого сейчас не происходит. Почему? Потому что трейдеры обращают внимание на объемы производства. Объемы производства продолжают зашкаливать, а параллельно с этим у нас снижаются темпы роста мировой экономики, что влияет на спрос. Вот такой вот также замкнутый круг. И вполне логичная идея, связанная с тем, что бренды и WTI нужно их дальше продавать. В четверг у нас пресс-конференция Банка Японии в 9.30. Данные по индексу потребительских цен по Германии и первичные заявки на пособие по безработице. Выделил я особым жирным шрифтом пресс-конференцию Банка Японии. Мы, безусловно, послушаем, что скажут. Но в целом я прям сразу хочу перенести вас на пятницу, когда будет решение по изменению параметров денежно-кредитной политики. В 4 утра по московскому времени. Очень рано, особенно для тех, для кого 4 утра по Москве. Это 4 утра в прямом смысле. И если у вас есть возможность, если вы заинтересованы в том, чтобы не упустить все трендовое движение, придется, конечно же, не спать. Потому что волатильность в любом случае будет большой. Я ожидаю диапазон хода не меньше двух фигур. Может быть, даже еще больше. А если уже дает дело до того, что Банк Японии пересмотрит вот эти параметры денежно-кредитной политики, тогда японская валюта окажется под серьезным прессом. А до этого еще и выиграет у нас доллар. То есть USDY у нас может вернуться чуть ли не в район 108 йен против американцев. Конечно же, такое движение потенциальное. Даже на моменте начального импульса. Его нужно дождаться. И нужно занять правильную позицию. И, по крайней мере, войти в сделку с очень хороших значений. Помимо этого, у нас данные по инфляции в еврозоне. Здесь, напомню, низкие значения по инфляции так и остаются низкими, около нулевыми. И это может быть даже более существенная проблема для еврозоны, нежели чем потенциальные риски, связанные с выходом Англии из состава ЕС. Потому что даже ситуацию с Brexit монетарные власти расценивают, как и интерпретируют, анализируют с точки зрения ее влияния на уровень потребительских цен, на потребительскую активность. То есть, все-таки у нас ноги растут именно с этого индикатора. И я считаю то, что если он и дальше будет оставаться под давлением, он и будет оставаться под давлением, но особенно на фоне снижения цен на нефть, значит, вероятность повышения экономических стимулов, расширения этих инструментов поддержки экономики, она будет еще более выражена. Поэтому каждый раз, когда мы видим по индексу потребительских цен не Германии, а еврозоны сигнал того, что индикатор снижается, мы наблюдаем, как евро тут же оказывается в числе аутсайдеров. В этот раз, я уверен, также не будет исключения. Кодовые данные по ОВП. Важный отчет, но я думаю, что вряд ли он затмит решение Банка Японии по процентной ставке. Но поддержать общее ралли сможет, поскольку если мы получим свидетельство об этих изменениях, тогда останется дождаться еще хороших цифр по американской статистике. Уж тем более, еще, может быть, с большей агрессией, такой хорошей, в хорошем смысле трейдерской, продолжать покупать пару везде иена. По ОВП Канады я жду слабую статистику, жду давление на канадца. И, соответственно, если мы до пятницы не доберемся до уровня 1.32, что маловероятно, то постфактум этого отчета, конечно же, сможем. Ну и замыкать неделю традиционно у нас будет отчет от BakerHudges по активным нефтяным платформам. Я думаю, что у нас восьмая неделя будет увеличение количества их. И, соответственно, будем надеяться, что в этот раз мы закроем пятидневку по бренду ниже 45 долларов за баррель, ну или хотя бы в непосредственной близости от этого рубежа. Поскольку это нам нужно как трейдерам, поскольку мы долго уже с вами в сделке по продаже. Хотя я уверен, что если вы придерживались к моим рекомендациям ранее, вы уже по слабам давно вышли в плюс, поскольку этой сделке уже несколько месяцев. И не забывайте также про рублевого оппонента, американца, который реагирует на динамику нефти. То, что рубль уже стал активно откатываться, вот буквально 2 рубля за считанные торговые сессии, говорит о том, что ослабление и девальвация наконец-таки пошла. Мы наблюдаем ее, может, и не во всей красе, в которой привыкли видеть. Но все-таки это выраженная динамика, которая уже длится больше недели. И кто знает, где она будет остановлена. Я думаю, что не раньше 67-68 долларов за, точнее, рублей за доллар. Ну и, конечно же, заключительный слайд. Это ценовые ориентиры по валютным парам, как и обещал. Евро-доллар 1.09. Астралийцы против доллара 0.74.50. USD на 107.50. И фунт 1.30. Я думаю, что можем пробраться даже еще ниже. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, задавайте их. Попробуем на них ответить. Вижу уже вопрос от Ривгата. Вы знаете, я считаю то, что стоит. Потому что сейчас вероятность этого события, ну уж крайне высока. И мы понимаем то, что это не рядовые спекуляции баланса плохой и хорошей статистики. И того, что нужно решать какую-то проблему. Мы понимаем то, что сейчас это вынужденная мера. Под ожиданиями, конечно же, я имею ввиду снижение процентной ставки, как вы правильно отметили. Помимо снижения процентной ставки, не забывайте про то, что есть еще и программа выкупа активов. И программа количественного смягчения, которая может быть запущена. Поэтому, что бы ни сказал нам Банк Англии 4 августа, это все равно будет иметь мягкую риторику. И я думаю, что даже текущие значения, но я искренне надеюсь на то, что многие все-таки зашли в продажную сделку выше текущих уровней. Но даже текущие значения являются комфортными для занятия коротких сделок. Единственная моя рекомендация, пожалуйста, контролируйте риски. Не торгуйте спечом больше, чем 1 к 7, 1 к 10. И тогда вы будете с полным контролем, с четким пониманием риск-менеджмента. Вас не будет нервировать и злить возможные выпады пары фунт-доллар наверх, там на 200-250 пунктов. Потому что вы будете четко понимать, что вы знали. Те риски, на которые пошли, они под контролем, просадка контролируемая. И вам просто останется дождаться благоприятного исхода ситуации и разворачивания тренда в том направлении, которое вам нужно. Лично я уже нахожусь в сделке. Правда, с текущих значений не так уж и высоко. В принципе, не с хайом он начал продавать. С отметки 1.32. И не буду отказываться от этой короткой сделки, в том числе и вплоть до 4 августа. Если у нас появится сигнал того, что пара сможет пробить отметку 1.30 еще до 4 августа, я думаю, что я даже увеличу тот объем, который будет находиться в рынке. И объем, который будет предполагать ослабление фунта против доллара. Также говорю и про пару USD и иены. Текущая проторговка. Хотя, знаете что? Если вы все-таки еще не в сделке, давайте дождемся итогов заседания ФРС. Они будут подведены, оглашены поздним вечером в среду. Соответственно, в четверг утром я приглашаю вас на брифинг. Мы подведем итоги, посмотрим, как отреагирует пара USD и иены. Поговорим о том, как торговать ей дальше. Но форс-мажор, связанный с ФРС, у нас будет уже позади. И мы в четверг начнем фокусироваться на ожиданиях, опять же, изменения политики в рамках японского регулятора. И я думаю, что какой бы сценарий ни произошел, ни случился, в четверг у нас будет 99% шансов и аргументов, чтобы покупать американца против иены. Поэтому, если все-таки хотите подождать, подождите до четверга, до утра, собственно, на торговой сессии четверга, азиатской сессии. Посмотрите брифинг в 9.30 по московскому времени и после этого уже примите решение, как ей торговать. Определенный процент, Марина, корреляции мы все-таки сможем найти, конечно же, поскольку речь идет все-таки о тех активах, которые... В данном случае здесь речь идет о сырье и о валютах, которые являются сырьевыми. Корреляция есть. Но она не такая выраженная, как, например, с активами, которые относятся к сырью и которые напрямую влияют на благополучие этих регионов. Чтобы вы понимали, для каждого региона, который зависит от того или иного сырья, есть тот ресурс, который является определяющим. Для России это нет. Для австралийской экономики это железная руда. Для новозеландца это молочная продукция. Поэтому, если вы уж хотите искать такую корреляцию, я советую вам найти графики соответствующих активов и следить за тем, что происходит с ними. Снижаются стоимости железной руды, падают цены на молоко. В частности, есть возможность даже следить за статистикой по молочным аукционам. Значит, делаем ставку на ослабление этих валют. Но влияние золота все-таки менее выражено. Так, уважаемые трейдеры, если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Поэтому давайте задавайте их, либо в рубрику «Вопросы», либо в общий чат. Если пока не ясно, что спросить и подумывайте, вы знаете то, что форума маркетса всегда доступен. Открыта, аналитическая ветка, пишите туда. Но мой личный совет, все-таки используйте лучше YouTube, канал «Коммуникации». Вот там я точно регулярно захожу, поскольку слежу за комментариями и стараюсь оперативно на них отвечать. Если будут вопросы там, 100%, я обязательно дам комментарий. Я думаю, что к этим комментариям подключатся еще и прочие трейдеры. Поэтому канал на YouTube, главный канал «Коммуникации» со мной. Если нет возможности смотреть брифинги, тогда запись появляется буквально через несколько часов о нем. Огромное вам спасибо за... Михаил, большое спасибо за то, что следите. Большое спасибо всем, кто присутствовал сегодня на вебинаре, поскольку весь этот контент, конечно же, делается для вас в первую очередь. Что касается ссылки на, собственно, прямую трансляцию, если она вас имеет в виду, речь идет о Перископе. Я думаю, что если вы, собственно, зайдете на наш сайт, вы поймете, о чем я говорю. Посмотрите, новость недалеко ушла по поводу канала на «Коммуникации», именно Перископе, в частности, на YouTube. Под каждым брифингом есть ссылка на этот канал прямо через телефон. Если нет возможности смотреть онлайн через компьютер, заходите, смотрите в удобном для вас месте и в удобное для вас время. 9.30 я считаю то, что можно уделить несколько минут, чтобы посмотреть, ну, хотя бы послушать про тот актив, который для вас является определяющим. У нас сценарий не меняется. Сначала нефть, рубль, евро, фунт, иены, и потом устанавливаемся на тех активах, которые более-менее отличились за прошлую торговую сессию. Обычно это австралиец, новозеланец, канадец, франк, ну и так далее. Хорошей вам торговой пятерневки, хорошего закрытия сегодняшней торговой сессии. Давайте выжмем из среды и пятницы все, что мы хотим выжать и, в частности, дождемся роста доллара и, разумеется, ослабления японской валюты. Попутного всем тренда. Увидимся завтра.